Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Уже завтра выйдет обновление 1.4.0 для приватной карты соседний регион от проекта SWAPA Agro. Вы уже могли видеть эту карту в моих обзорах. Карта получилась действительно очень колоритной и интересной, с множеством своих, друзья, объектов и всевозможных производств. Карта большая, 4х4, поэтому любители совмещать сельское хозяйство с невозможными, друзья, промышленными производствами, это как раз-таки точка для вас. Ну и чем она еще интересна, друзья, так это тем, что выполнена эта карта по реально существующей местности в родной для меня Курской области. Поэтому предлагаю, друзья, заглянуть в этот уголок Курской области, познакомиться как с тем, что уже было на этой карте, так и с тем, что реализовано будет в обновлении 1.4.0, которое, напомню, выйдет уже завтра. Поэтому, друзья, поехали в Курскую область! Продолжение следует... Продолжение следует... Прежде чем мы поговорим об обновлении 1.4.0, предлагаю вам сделать небольшой экскурс в то, что собой представляет эта карта. Вы, конечно же, можете посмотреть предыдущие мои обзоры по этой карте в соответствующем плейлисте «Соседний регион». Так что, друзья, обязательно посмотрите, там я рассказываю об очень интересных фишках этой карты, но сейчас немножечко ужата информация по этой карте. Итак, как я уже сказал, карта выполнена по реально существующей местности, а именно по селу Панике в Медленском районе Курской области. Вы здесь можете найти такие реально, опять же, существующие объекты, как памятник погибшим селянам в годы Великой Отечественной войны или, например, местный православный храм. То, что касается того, как вы будете стартовать на этой карте, нам предлагается, если мы играем в легком режиме, начать с одной своей базы, а также с нескольких строительных площадок, которые мы можем заполнить своими объектами. На карте, например, нет коровников, свинарников, их нужно строить самим. Поэтому, друзья, так или иначе, строительством нам придется заняться. Тем более, что когда мы будем заниматься растениеводством и в дальнейшем захочется заняться промышленностью, а здесь действительно производится очень много, мы придем к такой вещи, что все предприятия требуют электроэнергию. Поэтому нам в обязательном порядке будет построить собственную теплоэлектростанцию. Там их несколько видов в зависимости от объемов выработки электроэнергии. В меню строительства это все найдете. Кроме того, работая с предприятиями, вы обратите внимание, что для того, чтобы повысить эффективность этих производств, требуются обеды для сотрудников. Поэтому также быть отдельно заниматься этой историей. Обедами это очень интересная, друзья, вещь. И это даст очень существенный буст при производстве. Такие вот, друзья, дела. Но это, что называется, немножечко коротко. Теперь, друзья, наверное, все-таки поговорим об обновлении. Тем более, что обновление получилось, ну, очень, друзья, аппетитным. Да, оно не связано, скажем так, с сельским хозяйством. Ну, для сельского хозяйства на карте уже поставлено много чего и развернуться ездя. Но промышленность действительно хорошеет. И там есть о чем, друзья, поговорить. И не только о промышленности. Для начала, друзья, я расскажу в целом об обновлении. А в дальнейшем мы посмотрим, где что и как находится. Во-первых, что появляется с обновлением? Цементный завод. Добыча цементы и извести. Кроме того, добыча гравия из железной руды в штольне. Появляется земоснаряд, где можно добывать песок. Кроме того, появляется завод железобетонных изделий. Здесь можно будет производить бетон. В дальнейшем количество вырабатываемой продукции, ее разнообразие будет увеличено. Ну и кроме того, на дорогах теперь можно будет в окрестностях паник найти, друзья, фотоаппараты, которые будут нас, друзья, штрафовать за превышение скорости. Да-да. Что касается исправлений. Очень сильно изменится, друзья, работа нефтяных вышек с выходом обновления 1.4.0. Теперь вместо одной марки нефти появляются сразу три. Ну и, соответственно, на местном нефтеперерабатывающем заводе появляются три линии производства. Нефть марки Арка для производства дизеля, нефть марки Витязь для бензина и нефть марки Сокол для полимеров. Кроме того, исправлен триггер погрузки в сельхозхимии. Ну и выполнены, друзья, работы по исправлению других ошибок, которые ранее были найдены на карте. Такие вот, друзья, дела. Ну а теперь поехали знакомиться со всеми этими объектами. Итак, друзья, собственно, вот они цепочки производств новые. Все вы их видите в менюшке производств. Начнем мы с завода ЖБИ. Здесь, конечно, нужно немало потрудиться. Во-первых, нужна электроэнергия. Во-вторых, песок. В-третьих, цемент нам нужен. В-четвертых, гравий. В-пятых, вода. Ну и если вы хотите повысить эффективность производства, то еще, друзья, нужна обеда. И тогда мы получим бетон. Пока бетон это единственный вид продукции на этом производстве. Но в дальнейшем ребята из ВПАГРА добавят и другую продукцию. Так что эта производственная площадка, огромнейшая и очень колоритная, не будет просто так работать на один вид продукции. Как видите, побывали мы сейчас в администрации этого здания, где мы его покупаем, предприятие. Там же столовая находится. А они, вот, пожалуйста, еще точки выгрузки, которые все подписаны. Где что сгружать. Это очень, опять же, удобно. Ну и в стороне находится емкость, где мы будем сливать воду для запуска этого предприятия. Что касается электроэнергии, друзья, напомню, чтобы запустить полноценное предприятие, нужно построить ТЭС. Там тоже одна ТЭС, другая стоит. Надо смотреть, какая выработка электроэнергии у каждой. Ну и, соответственно, чем мощнее ТЭС, тем возможность больше на нее цеплять всевозможных предприятий. Это надо понимать. Так, друзья, добыча песка, зимснаряд, тоже очень колоритная штука. Здесь нужно залить бензин и, опять же, накормить сотрудников обедом, если мы хотим повысить уровень эффективности их работы. Ну и, собственно, получить песок. Объект очень, друзья, колоритный. Ну, прям очень мне зашел. Смотрите сами. Ну, вот вагончик, ничего особенного. Здесь мы, собственно, покупаем это производство. Самое интересное находится за этой горой песка. Собственно, здесь мы будем песочек получать готовый. А дальше, дальше вот самое интересное, ближе к воде, собственно, сам зимснаряд. Все очень функционально. И самое главное, на этот зимснаряд можно, друзья, подняться. Вот видите, труба такая идет, куда песок намывается. Ну и вот, смотрите. Как видите, такая вот идет лесенка, по которой можно так пройтись. Здорово, конечно, смотрится. И подняться на этот зимснаряд. Похож на баржу в каком-то роде. Причем, друзья, что самое интересное, не просто на краешек можно зайти, а залезть на сам этот зимснаряд, чтобы донести вручную обеды для рабочих. Да, вот не просто так. И вообще, вот эта история с тем, что надо что-то сделать вручную на этой карте, она будет только расширяться. Ребята пока держат и свапы агроинтригу. Ну, в любом случае, подождем. Это не последнее обновление, которое будет для этой карты. Будет еще одно после Нового года, очень большое. Так что, друзья, ждем новостей от ребят по тому, как будет развиваться ситуация с развитием этой карты. Так, ну, собственно, давайте еще посетим одно производство. Цементный завод. Вот, собственно, без цементного завода и завод ЖБИ не запустить. Вот такой тоже объект масштабный. Что мне нравится в этих производствах, то тут можно развернуться абсолютно на любой технике. Не надо думать о своих предпочтениях. Что тебе нравится, на чем ехать. На самосвале, либо на каком-то... Либо тащить на тягаче безумный какой-то прицеп. Сюда все залезет. На чем угодно можно приехать. Вот, пожалуйста, столовая, где необходимо разгрузить обеды. В отличие от зимснаряда здесь все проще, как вы видите. Не надо вручную трудиться. Можно автоматически все разгрузить с прицепчика своего. Ну, и в чем вы там в зависимости привезете эти обеды. Обеды, они там небольшие. Их можно действительно в руках носить. Эти небольшие такие жестяные баночки. Ну, опять же, в обзорах, друзья, моих предыдущих по карте вы можете увидеть, как запускается столовая, как это все выглядит, как запускается тест, без которой все эти предприятия не работают. Ну, что, друзья, что касается Штолин. Еще одна интересная штука. Электричество, пожалуйста, подаем. Если есть желание, добавим обеды. Ну, и на выходе у нас железная руда и известь. То, что нам нужно, в общем-то, для того, чтобы, а, с одной стороны, запускать наши серьезные производства, которые будут работать с металлом. Но, с другой стороны, очень-очень важный момент удобрения, как без подкормки наших полей. Итак, как видите, тоже еще один очень, конечно, колоритный объект. Штольный. Все выглядит очень здорово. Если сравнивать, например, приходит на ум платиновое дополнение со своей шахтой, там, конечно, шахта пуцеваться. Здесь ребята действительно постарались. Надо это сказать. Ну, и теперь, друзья, такая штука, как добыча нефти. Чтобы запустить эту историю, надо переместиться в деревню и здесь, в офисе, собственно, прикупить все это производство. Я как-то, опять же, в обзорах показывал, как это все работает, друзья. Обязательно посмотрите в плейлисте по соседнему региону у меня эти обзоры. Опять же, еще один важный момент, который надо понимать, пока мы тут будем осматривать обновление вот этого объекта. На карте разбросаны три точки с нефтяными вышками. И они никак, друзья, не отмечены. Их в процессе исследования карты вы можете найти. Вот ближайшую из них сейчас, из этих точек мы посетим, эти нефтяные вышки Юг находятся аккуратно рядом с транспортной компанией. Вот видите, за забором они торчат. Сейчас мы через Изи, чтобы побыстрее было, переместимся туда, перелетим через этот забор и ознакомимся с этим объектом. Ну, те, кто видел мои обзоры. Напомню, как это выглядит тем, кто не видел. Ну, покажу с нуля, что называется. Как видите, нефтяные вышки молчат, стоят они, не движутся, потому что электроэнергии на них не поданы. Опять же, напоминаю, друзья, ТЭС наше все обязательно теплоэлектростанцию надо будет ставить, чтобы запускать производство. Вот эти нефтяные вышки работают. Здесь также, правее, сейчас мы посмотрим, огромный резервуар, куда будет подаваться нефть трех видов. Ну, и здесь же мы можем в этой точке загружать. В карте предусмотрены специальные, друзья, цистерны, на которых можно перевозить как саму нефть, так и нефтепродукты, которые будут вырабатываться на НПЗ. Вот тут в этот цистерн будут подаваться все три вида нефти. Так что без вопросов можно налить. Причем самое интересное, если у вас работать будут все вышки сразу, то можно будет забирать нефть, скажем так, из общего котла в любой точке, которая вам ближе и больше нравится. Но думается, все-таки, либо север, либо юг. Тут из этих точек ближе всего ехать до НПЗ. Ну и, собственно, друзья, НПЗ, как видите, вот они используются три вида нефти, чтобы выработать бензин, дизель, ну и полимеры. Сейчас мы опять же посмотрим на НПЗ. Вот, пожалуйста, он никак внешне тут не изменился. На входе, на въезде на это НПЗ у нас вот эта точка, где необходимо прикупить это предприятие. Стоит она больше двух лямов. Серьезное очень предприятие. Поэтому, друзья, до этого производства необходимо немало денег заработать. Вот сейчас мы так на изи, чтобы было проще. И масштаб можно было оценить. Подлетим к точке. Вот она, точка, где, друзья, мы будем разгружать нефть. Ну и далее. Сейчас мы опять же продолжим полет аж по дороге. Вот она справа. Точка, где будет появляться, появляться готовая продукция. Собственно, дизель, бензин и, пожалуйста, полимеры. Все это можно продавать за очень хорошие, друзья, деньги. Так что обратите внимание. Такие вот изменения крупные, которые, наверное, стоило, друзья, рассказать. Ну и еще одна история, которой не могу войти стороной, это, друзья, появление радаров. Ну куда уж без этого. Пролетая на вазике, вот вы видите, их тут довольно-таки достаточно. Здесь очень развитая на карте система дорог асфальтовых. Поэтому радаров немерено, как и светофоров. Так что можете с удовольствием покатать, полихачить и получить удовольствие от этой системы, которая, в общем-то, уже довольно-таки давно знакома, представлена в виде отдельных, друзья, модов на других картах. Вот теперь можно увидеть это и у нас. Опять же, переработано это все как надо, адаптировано под конкретную карту. Действительно, очень симпатично смотрится. Ну и сейчас вблизи рассмотрим, как это все выглядит. Ну, выглядит все колоритно, как в жизни. Пожалуйста. Вот, подойдем, посмотрим. Буквка С. Соседний регион, пожалуйста. Вот они радары. Ну и светофор, который на желтом, на мигающем. Понятное дело, ну куда уж тут включать работающий светофор. Все по приоритету. Такие вот, друзья, дела. Ну, все, что хотел и вам рассказал по грядущему обновлению соседнего региона. Поэтому обязательно заходите в группу разработчиков этой карты. Знакомьтесь с картой, знакомьтесь с ребятами, узнавайте все, что вам необходимо по этой карте. Ну, у меня все. Будьте здоровы, берегите себя. Все вам самого-самого наилучшего. Главное, конечно, это здоровье и мирное чистое небо над головой. Обязательно подписывайтесь на канал Просто Симулятор как в Ютубе, так и в ВК. А также на группу Слопу Агро. Ссылочка у меня в описании будет к этому видео. Ну, а теперь точно, друзья, финал этого обзора. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok